Маньяк у нас завёлся, серийный убийца. Мы ему даже прозвище дали. Дятел. А почему сразу маньяк? Убийство в пустошах это частое явление. Не поспоришь, но тут имеется закавыка. Опачки, кат-сцена? Ё-моё, чё такое? Чё за беготня-то? Интересно, куда они бегут? Куда бегут? Ха, в кино, наверное. Собравшаяся на перроне небольшая толпа беспокойно гудит. Все взгляды прикованы к лежащему на железнодорожных путях трупу. Вы протискиваетесь к самому краю платформы и чешете затылок. Распластанный внизу бедолага явно погиб насильственной смертью. Стоящий рядом с вами краснощёкий бородач обращается к усатому пожилому мужчине. О, блин, кордис, у нас тут ещё один жмурик нарезовался. Ну, как так, а? Усач бросает на мужчину тяжёлый взгляд и раздражённо поджимает губы. Видишь, бомба, не слепой. Вот собака уже под самым нашим носом начала орудовать. Люди в толпе тихо переговариваются. Вы слышите лишь обрывки отдельных фраз. Опять маньяк! Прям на позе, я всех страх потерял. Ни хому нельзя доверять. Пора валить из города, говорю вам. Пожилой усач, которого, очевидно, называют Курдисом, с мрачным видом сплёвывает на пол и разворачивается к собравшейся публике. Значит так, всех собравшейся прошу разойтись. Нечего тут глазеть. Бомба задокументирует. Хабара у покойного не найдено. Кто-нибудь, перенесите тело в трупную. Пусть детектив на его взглянет. Веленый, ты его нашёл? Ступай в пивнуху. Выпей чё-нибудь. Я пошлю кого-нибудь с тобой поговорить. Ну чё встали? Всё, представление закончилось. Толпа начинает нехотя расходиться. Несколько дюжих сталкеров спрыгивают на пути и быстро утаскивают убитого в ту сторону, откуда вы пришли. Через пару минут на перегоне остаётесь только вы, Курдис и Бомба. Курдис потирает виски. Внезапно он замечает, что вы всё ещё стоите на месте и обращается к вам с усталым нотками в голосе. Я же сказал. Представление закончилось. Ты новенький? Эээ, только с поверхности. Что у вас тут произошло? Ну, добро пожаловать в ад. Дерьмо вот что у нас тут происходит. Самое настоящее вонючее дерьмо. И мы в нём все по колено. Лаконично, а поподробнее? Дружище, ты чё привязался к товарищу Курдису? У человека и так забот полон рот. Усач жестом останавливает Бомбу и внимательно смотрит на вас. Хочешь подробностей? Хорошо, будут тебе подробности. Маньяк у нас завёлся. Сирийный убийца. Мы ему даже прозвище дали. Дятел. А почему сразу маньяк? Убийство в пустошах это частое явление. Не поспоришь. Но тут имеется закавыка. Погибнуть от бандитской пули, от когтей мутанта или дикого зверя в пустошах и правда легче лёгкого. Но это всё честная смерть. К ней любой из нас морально готов. Совсем другой коленкор, когда убийца бродит у тебя под носом. И непонятно кто свой, а кто чужой. А тем не менее, с чего ты решил, что это именно маньяк? Общий почерк. Когда мы нашли первого убитого, то решили, что какой-то разбойник просто решил поиздеваться над трупом. Но затем мы нашли ещё одного, затем ещё. И у всех были одинаковые следы на теле. Слишком необычные для уголовщины и чересчур хитрые для зверя или мутанта. Детектив может рассказать поподробнее обо всём этом. Я делегировал ему обязанности по расследованию преступления дятла. Интересно, а откуда такое прозвище у него, дятел? У всех убитых ими людей в черепе одинаковая дырка была. Будто кто-то пробил её гигантским клювом. От того у маньяка и прозвище такое. А известен ли мотив? У всего есть мотив? Я не психиатр, чтобы разбираться в таких вопросах. Может детектив больше знает? Он у нас сейчас занимается делом маньяка дятла. Детектив? А что это за персонаж? Да новенький вроде тебя. Как узнал про серию убийств, тот же вызвался помочь с расследованием. Светлая голова, но чё-то долго от него результатов нет. А маньяк дятел тем временем не дремлет. А может этот маньяк и есть ваш хренов детектив? Мотив, погоди, а сам-то ты кто такой будешь, а? Можешь называть меня Курдис. Ну, я вроде как главный на базе. Ну, не главный в полном смысле этого слова, а скорее ответственный. Договариваюсь с купцами о продаже хабара, который сталкеры находят в мёртвом городе. Организую людей, если нужно что-то общим собранием решить. Самоназначенный администратор, короче. А меня зовут Бомба. Да, я помогаю товарищу Курдису и охраняю его. Сейчас наша основная головная боль. Это этот чёртов маньяк. Вот. Ну что же, это всё, конечно, любопытные вещи. Да уж. Слушай, может ты нам поможешь? Детектив уж больно долго с этим делом копается. А мне результаты нужны, понимаешь? Народ-то уже нервничать начинает. Ну, я с удовольствием, я вообще за любой каламбур. Спасибо и всё такое, но чё это ты мне так доверяешь? А чё бы и нет. Ты явно мужик не робкого десятка, и если не Эйнштейн какой-нибудь, то как минимум хитрый. По глазам вижу. Ну, плюс, не похож ты на маньяка. У них же у всех такие рожи должны быть, будто их только вчера отпевать закончили. Ну, ладно, договорились. Знаешь, я и сам немного детектив. Ну, рад это слышать. Одна голова хорошо, а две лучше. Значит так. Для начала советую навести детектива. Он сейчас, скорее всего, в трупной изучает новую жертву. Трупную можешь найти рядом со входом в подземку, откуда ты, скорее всего, и пришёл. Затем можешь пообщаться с Вяленым. То человеком, который нашёл этого бедолагу. Он сейчас сидит в пивнухе. Расспроси его о том, что ему известно. Я обнимаюсь, конечно, но, может быть, он видел Дятла. Хотя бы краешком глаза. Ну, как знать, ладно, бывай. Блин, задания нам понадавали. Только пришли в подземку, уже два задания нам бомбанули. Первая станция Комсомольская. Неофициальный лидер сталкеров, Курдис, попросил меня поговорить с детективом, который расследует деятельность таинственного маньяка Дятла. Детектива я смогу найти в трупной, там же, на станции. И второе задание. Мой визит на станцию прошёл как раз вовремя. Маньяк по кличке Дятел нанёс новый дерзкий удар. Мне нужно поговорить со сталкером, который первый нашёл труп. Неким Вяленым. Он должен быть где-то в пивнухе. Хорошо, так и сделаем. Мы познакомились с местными ребятами. И, я думаю, нужно разведывать обстановочку. Давай карту посмотрим. А карта у нас пока нет. Никакой нет. Давай сюда зайдём. Смотри, у них тут рассада в ваннах лежит. Прикольно. Так, это у нас, значит, станция Комсомольская. А тут написано, посторонним вход запрещён. Что-то запрещён. А я зайду. У меня аж автомат. А кто будет бузить? Опа. Вот надо всё пооткрывать. Так, провода забираем. Всё остальное мне нафиг не надо. А тут у вас что? А тут у вас проход. Подожди, а тут какой-то генератор. А ну-ка. Тут у нас провода лежат просто так. И написано. Не курить. Прикольно. И изоленту хапнем. Вот, отлично. Короче, у них тут всё поддерживает электропитание в этом метро. А в тубзике ничего нет. Ага, вон оно как идёт, значит. Так, давай, значит, на пути сюда спустимся. Посмотрим, что у них здесь. Стоп, что это такое? Вы нашли металлолом. Спасибо. Так, всегда хотел найти металлолом. А, тут выход, значит. Ну и всё. Вот тут скелет лежит. Интересный такой. Так, у скелета 1 рубль и розочка из бутылки. Ну и всё. Пойдём, значит, к детективу, наверное, да? Опрашивать его. Детектив, блин. Тут у нас... Может, это он? А это бомба. Бомба и курдис. Ты посмотри, какая у них граффити советского производства. Прикольно. Это, наверное, какая-то картина усмирения атома. Или чего-нибудь ещё. К ним я пока не пойду. Что-то тут написано. Добро пожаловать в ады. Спасибо. Всегда рад приветствовать. А тут у них пивнушка. А, ну тогда написано. Магазин. Ну-ка сюда зайдём. У нас тут... Что тут у нас на столе? А, тумбочку давай посмотрим. В тумбочке у нас макулатурка. Вот макулатурку-то я собираю. Мне же нужно 500 штук, чтобы отдать этому репортеру. И, наконец-то, понять, что он нам даст за 500 мотков макулатуры. Мне просто это интересно. Давай зайдём в магаз, пока этого чувака не будем опрашивать. Магазин. Здравствуйте, дяденька. Хозяин подземной лавки встречает вас с широкой, искренней улыбкой и разводит руками, как бы демонстрируя вам свои товары. Привет, твой ядрак. Восьмрачные проделки дятла, радиоактивная ветра, демоны, тени, призраки и вампиры не пугают тебя. Уверен, мой инвентарь поможет тебе одолеть все эти невзгоды. Ты просто взгляни на товар. Эм, давай попробуем бартер. А скидочку мне не оформишь? Провал. А товары и так уже со скидкой. Точно тебе говорю. Стал бы я врать такому славному парню, как ты. Ладно, показывай, чем богат. А богат ты вот этим самым. Нет, спасибо, я пока приберегу свои бабки. Для начала я бы хотел поговорить. Не вижу причин, не поговори с хорошим человеком. Как у тебя идет торговля, все хорошо? Не жалуюсь. И скажу тебе честно, как бы она ни шла, все лучше, чем у торговцев снаружи. У них же там настоящий серпентарий. Конкурентная борьба порой поднимает настолько уродливые обороты, что только диву дается. Разумеется, на станцию этим голодратцем дорог закрыта. Так что не волнуйся за качество товара. Твое мнение мне понятно. Откуда ты берешь товар? Из города? Нет, нет. Многие вещи в городе несут с собой нехилое излучение. Так что я такое не продаю. Товары ко мне поступают из самых разных точек мира. Трудоград, Краснознаменный, Дальневратск. Перечень немалый на самом деле. Ну ладно, рад слышать, молодец. А расскажи мне немного о вашей станции. Ну, самое безопасное место во всем мертвом городе. Разумеется, недавние события несколько взбудоражили ее жителей. Но поверь, на поверхности гораздо опаснее. В разы. А поскольку выходы на поверхность зачастую не избежать, советую закупиться в моем магазине. Хе-хе. Ну, конечно, разумеется. А может, и слышал какие-нибудь сплетни? А в основном, ээээ, всякие мелочи. Снаружи повесили воровку Соньку. Сталкер Волк ушел охотиться на демонов и не вернулся. Да, вахтовики опять изменили пароль на свою базу. Купец Дубровин думает, что, эээ, будто его преследует призрак. А у нас все это считается обычными буднями. Хорошие у вас будни. Скидочку он нам не оформит, так что давай пока что свалим отсюда. И спросим вот этого мужика. Че он тут стоит, а? Ты кто такой? Худощавый, седой мужчина покачивается с пяток на носок и обратно. Его руки свободно болтаются вдоль тела. Заметив вас, мужичок немного оживляется и начинает тянуть хриплый, скрипучим голосом. Батюшки, а батюшки, подай старичку, бывшему сталкеру, пару рубликов на жизнь веселую. А что это у тебя за жизнь такая веселая, а? Да просто жизнь, сама по себе. Если ж не веселиться, то на кой лет рождаться было? Ну так как, подкинешь этому сталкеру пару рубликов? А самому заработать? Нет, никак? Да, понимаешь, эээ, ну... Баранки гну, че не так? Да вот тут, эээ, ну, как бы, эээ... Мужичок протягивает к вам ладони. Их облепляют странного вида гусеницы, господи. Кожа рук мужчины испещрена болезненными, гноящимися проколами от укусов. Это театр. Как же ты живешь, мужик? Так, давай используем харизму. Ого! Это как с тобой такое несчастье приключилось, приятель? Эх, всю душу из меня вытянешь. Как-то меня в забросе камнями завалило. Думал, что все, богу душу отдам. А тут из щелей и с дыр в стенах стали ко мне эти гусеницы ползти. И как давай кусаться? Странно, но их укусы меня в жизни вернули. Кости выпрямляться прямо там начали. Кожа разорванная сама срослась. Только я, очумевший, поднялся. Только начал себя чудо-гусениц рвать. Так тут же обратно все тело разваливаться начало. Пришлось с ними ходить. Неприятно, зато живой. Ой, вот такая история. Эти бесята каким-то непостижимым образом во мне жизнь поддерживают. Не дают погибнуть, как в том завале суждено было. Эх, ну что, пара рубликов такая история стоит? Как считаешь, а, батюшка? Да, какие проблемы? Я при деньгах, вот тебе полтишок. Опустившись, сталкер подобосрастно кланяется и принимает деньги из ваших рук. О, дай бог тебе здоровья, батюшка. Таких богачей, как ты, на небо без очереди пускают. Куплю себе на твои денежки мешок сухариков, на костерке пожарю. Вкуснота будет. В это я охотно верю. Ну так как, ответишь на пару вопросов, а? Спрашивай, батюшка. А представься, как тебя зовут, дружище? Зови меня, как все зовут. Моль. Я сам не представлялся. В мертвом городе имена ни к чему. А клички мне не интересны. Ясненько. Моль, значит. Что у вас тут увлекательного происходит? Маньяки озоруют. Призраки по поверхности летают. Демоны из ада выбираются. Говорят, что какой-то новый наркотик у нас здесь добывают. Не черный лотос, а хрен знает какой. Много чего увлекательного другими словами. Ну и ладненько. А как тебе живется на этой чудесной станции? Лучше, чем могло бы. Сталкеры народ набожней. Всегда монетка подкинут. Оно и понятно. Любой атеизм забывается, когда ты в руинах один от армии мутантов отстреливаешься. Тоже мне. А чем ты здесь занимаешься? У магазина? Стою просто, греюсь. Тут не так сквозит обычно. Сквозняки вообще это бич нашей жизни. В прошлом году больше народу от воспаления легких умерло, чем от пули клыков. Хе-хе. Понятно, ну давай сменим тему. Хорошо, батюшка. Ты человек добрый. Тебе многое можно. Уважаемый, а как ты дошел до такой жизни? Ну, бомжу тут сложно. Не просто, что скрывать. А дошел как. От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Не всем в мертвом городе везет. И это я не только про богатство, но и про смерть тоже. А ты очевидно тут часто крутишься. Про маньяка что думаешь? А что про него думать, батюшка? Чую я, что один из нас, он, ходит по мертвому городу, бродит по метро, останавливается, с людьми разговаривает, над сутками смеется, над горем плачет, общую песню у костра запевает. Но это все только маска. А что под ней? Хрен его знает. Я тебя понял, мужик, хорошо. Хрен его знает. Пойду я, пожалуй. Спасибо, короче. Рассказал, конечно, с гусеницами чувак живет. Ну, может оно и правильно. Умирать-то никому не хочется, правильно? Правильно. А здесь у нас, здесь у нас, давай пойдем посмотрим, что здесь. А тут у нас выход на поверхность, только и всего. Давай завернем сюда. А вот и детектив. О, приветствую. Ну, давай зайдем к детективу, поздороваемся. Привет, мужик. И смотри, он реально как детектив из 50-х, 60-х в плаще со шляпой. Невысокий мужчина лет 30. Что-то безмолвно шепчет, задумчиво взглядываясь куда-то за пределы стен прохладной трупной, жутковатой комнаты, само наличие которой на не слишком многолюдной базе, ярко демонстрирует, насколько тесно лихая сталкерская профессия переплетена со смертью. Вы останавливаетесь рядом с погруженным в размышления мужчиной и бросаете взгляд на свежий труп молодого искателя приключений, изуродованный десятками мелких ожогов, несколько порезов и зияющей лилово-черной дырой в голове. Да, слишком долго ты держал свой драгоценный мозг во тьме в этой костяной темнице. Дай я освобожу тебя, открою ему путь наружу из темной черепной коробки, верным ударом моей киянки, а потом... Действительно, что же потом? Да и киянкой ли в самом деле была нанесена эта рана? Ну же, откройся мне, дятел. Эм, привет. Ты детектив, я полагаю? Мужчина вздрагивает, очевидно, только сейчас осознав, что он в трупной не один и смотрит на вас виноватым, чуть смущенным взглядом. О, да, детектив, он самый. Извиняюсь, я становлюсь ужасно невнимательным, когда раздумываю над чем-то. А здесь, как видишь, действительно есть над чем подумать. Мужчина широк... Мужчина с широким жестом показывает вам на изувеченный труп. Мысли так и прут, да, да. Прямо теряюсь в их водовороте. А ты, собственно, кто? Я расследую это убийство. Поясни лучше, что за жуть ты сейчас бормотал. Детектив виновата склоняет голову и печально усмехается. Понимаю, понимаю, как это должно было звучать. Но единственная моя связь с этим преступлением кроется в желании их раскрыть. То, что я сейчас сделал, это новая методика, которую я не так давно вычитал в учебном пособии и сейчас на себе применяю. Называется «мыслить как преступник». Серийные убийцы вроде нашего дятла порой имеют абсолютно дикие, непонятные нормальному человеку мотивы для своих поступков. Если теория, от которой я отталкиваюсь, верна, раскусив мотив, можно следом легко раскрутить личность убийцы, благодаря чудодейственным свойствам эмпатии. Учебное пособие для детективов? Это какое такое? Детектив отводит взгляд и смущенно улыбается. Может, и не столько учебное пособие, сколько классический литературный шедевр о похождении известного беглеца, некого Пуаро. Но многие идеи оттуда вполне применимы в реальном сыске. Знать не хочу этого усатого прохвоста. Лично мне в жанре туалетного чтива всегда больше интересовала загадочная и мудрая не по годам чаровница мисс Марпл. Разве она не пенсионерка в книгах? А что тут такого? Седину в бороду, без ребро. Да, с этой западной мисс мы бы разгадали самую пикантную загадку. Где же предел пламенной страсти гексогена? Ясно, ну и что эта эмпатия тебе подсказала? Погоди с такими просьбами. Непродуктивно. Все зацепки прямо перед нами. На теле этого несчастного жмура. Давай лучше вот так. Глянь на этого бедолагу. И скажи мне, что ты видишь. Может заметишь что-то, чего я не заметил. А если ничего не заметишь, тогда я расскажу, что я вижу. Погляди на него как следует. По приглашению сыщика вы склоняетесь над посиневшим покойником и внимательно присматриваетесь. В глазах бросается сразу несколько деталей. Внимание! Под ногтями грязь! А под твоими райские кущи? Ну может тот сопротивлялся, когда его похищали. Землю скреб. А может просто руки мыть нечем было. Вижу дыру в черепе. Ее вообще сложно не увидеть. Верно. Пробито чем-то тяжелым. То ли киркой какой-то, то ли увесистым молотом. Но при этом удар очень точный. Это главная особенность убийств нашего дятла. Понять бы только, зачем он именно так всегда добивает жертву. На теле полно каких-то мелких ранок. Мне кажется, что это следы пыток. Беднягу мучили, прежде чем расколоть ему черепушку. Жутко-жутко. Да. Выражение лица у него какое-то страдальческое. Ну еще бы. Кому нравится быть мертвым. Правда, мне кажется, он еще при жизни эту гримасу заработал, когда его пытали. Но больше ничего в глаза мне не бросается. Детектив опускает взгляд и печально вздыхает, опустив плечи. Да и мне только дыра в голове, да следы пыток на лице и на теле. Но это у всех жертв дятла наблюдается. Тупик прям какой-то. Хочу задать пару личных вопросов. Ну можно. А что тебя интересует? Тебя как зовут, дружище? Я еще не представлялся разве? Ну, мать Никитой нарекла. Правда, я мало этим именем сейчас пользуюсь. Хоть и симпатичное оно, конечно. Можешь называть меня просто детектив. Ладно, детектив. А откуда ты изначально? Не говорил еще? Хм. Да, вроде не говорил. Я из Казахстана. Отец отпуск за неделю до войны выбил просто. Нас с мамой к теще в село под Трудоградом погостить повез. Там мир и накрыло. И уже и забыл родные края. Как там жилось, как там пахло, ну и все такое. Печально, но может еще вернешься? Почему такую профессию выбрал? А вот люблю загадки. Даже на твои вопросы отвечать люблю. Где есть хоть что-то, над чем можно вопросительный знак поставить. Туда я сразу мчусь. Такая вот страсть. Вот оно как, понятно. А какое у тебя было самое неожиданное дело? Это пара лет назад приключилось. Шабашил тогда на Трудоградской машиностроительной. На вторую неделю работы начальство всех в цеху собрало. Разнос устроило. Могло. Постоянная нехватка материалов и даже готовой продукции. Ну, что делать? Перекурый начал за людьми наблюдать, искать виновника, гадать, кто же окажется несуном. После трехдневного расследования оказалось, что носят с завода все, включая начальство. Один я, олух, высокоморальный. Вот это да, загадка на круглую пятерку. Ладно, нечем мне тут и вообще мне пора. Давай смотреть задание, какое он нам дал. Расследование встало в тупик. Возможно, мне можно поискать еще какие-то зацепки и улики. Но пока я это делаю, неуловимый маньяк-дятел может нанести новый удар. Так он и так нанесет. Какие проблемы-то? Это ж маньяк. Он же и будет. О, тут клей-момент. Отлично. А что у нас здесь лежит? А тут у нас два стимулятора. Я, короче, тут пока ничего брать не буду, пока тут этот чувак стоит. Он меня, может, заметет, стукнет кому-нибудь, что я тут, понимаешь, стимуляторы чужие прикарманиваю себе. Будет не круто. Давай зайдем сюда, посмотрим. А, это я отсюда пришел. Вот оно что. Ого. Так. Ну, мне нужно в пивнушку зайти. А где у вас тут пивнушка? Вот у нас магазин. О, смотри какой. Петя, зачем олень? Ха. Прикольно. А вот и пивнушка, наверное. Смотри, какие фонарики замечательные. Прям Новый год напоминает. Ну, точно пивнушка. Теперь мне нужно в этой пивнушке поговорить с неким вяленым. Давай сначала обратимся к бармену. Может, он что слышал? Черноволосый мужчина за барной стойкой неспешно протирает граненый стакан с острым отбитыми краями, разбивает в его сырое куриное яйцо, сплевывает прямо на болезненно белый желток, обильно солит, перчит и, наконец, протягивает вам. Ты охренелся? Я твой плевок не буду. Ха. Устрица пустошей. Напиток настоящего сталкера, только осиливший его в один глоток, имеет право расслабляться в моей пивнухе. Вот это ты гонишь. Фраза произносится барменом на полном серьезе. Он выглядит хмуро и уверенно. Вы замечаете, что несколько посетителей заведения начинают наблюдать за вашей реакцией с плохо скрываемыми ухмылками. Одно дело плевать на стакан, чтобы навести блеск. Другое дело плевать в напиток клиента. Непозволительная практика. Ну это может у тебя там, в краях, где молочные реки текут и вода из-под крана в темноте не светится. А у нас свои пятейная культура. Блин, ну давай... Давай попробуем, короче, ладно, я даже представить это не могу, как бы я это выпил. Не я же пью, правильно? Выносливость. Опустошить стакан залпом. Провал. Волевым движением вы выхватываете стакан из рук бармена и опрокидываете его себе в рот, задействуя все свои силы, чтобы издержать естественную реакцию организма на подобный напиток. Однако, стоит скользкой, холодной жижи коснуться вашего языка, как рвотный рефлекс, неумолимый и беспощадный, срабатывает как часы. С утробным звуком вы сгибаетесь вдвое и извергаете коктейль. Бармен смотрит на вас с диковатым выражением на лице. Его клиенты начинают громоглазно хохотать. Ё-моё, ты реально пытался это сделать, безбашенный тупчик? Да, хвалю, уважаю. Я же шутки ради все это сказал, чтобы на лицо твое посмотреть. Мы ж не звери. Ну да ладно, забудем. Ты чё вообще хотел? Поболтать? Поторговать? Оф! Пхох! Поболтать? Звучит неплохо. Спрашивай, чё хочешь. А кто ты такой? Народ прозвал меня Бочкой. Я владелец этой чудесной пивнухи. А, ну понятно, бочка значит. Как с работой в этом месте? Чуть лучше, чем у рядового сталкера. Тьфу-тьфу-тьфу. Прибыль после всех трат считаю в копейках, но в минус пока не выходил. О, повезло значит. А что можешь рассказать про эту базу? А что про неё сказать? Метро место прочное. Мой товарищ по цеху, Кенишевский бармен, Лёха сербский. Вот вообще считаю, что даже в особо разбомбленных городах, типа Москвы, люди, которые на момент атаки в метро были, могли выжить. И сейчас там в тоннелях новое высокотехнологичное утилитарное общество организовали. Жетоны вместо денег, вагоны вместо домов, светящиеся подземные грибы вместо мяса. А вещи все самому мастерить надо. И шкура крысо-собак. Иначе тоннельная шпана быстро на нож посадят. Это он прям говорит про книгу Метро 2033. Интересный кент этот ваш сербский. Не то слово. Мировой чувак. Эх, вот встретимся снова с ним когда-нибудь. Да выпьем по рюмашке. Да ладно. Да, любопытная история. Поделишься слухами? Наверху бедолага один бродит. Эх, убедил себя в том, что ему злое привидение покоя не дает. Да ведь ясен красен, что это его кто-то разводит. Ага, я уже разобрался с этим привидением. Вот оно как, а что еще слышно? Возле каждого кладбища или старого погоста непременно есть поместье с привидениями. И у нас не без этого. Где-то в городе должен быть один неприятный старый дом. Поговаривают, что он и до войны был проклят. А теперь, когда столько народу погибло, там небось нечисти в вагон и маленькая тележка. Ладненько, давай еще слух. Я когда на юге жил, меня нанял один хрен, чтобы я развлекал его и его жену на озере. Ну, исполняя музыку, пока они отдыхали на лодке. Когда мы приблизились к острову в центре из озера, мы увидели чудище. Бабу со змеями вместо волос. Она только раз взглянула на парочку, и они превратились в камень прямо на моих глазах. Все, что я смог сделать, это убраться прочь, чтобы не присоединиться к ним. Клянусь, что это правда. Ага, сейчас, я тебе так и поверил. Давай-ка еще слух. Я прочитал в газете, что в городе Краснознаменном живут ветераны битвы у Берлинской стены. Поразительно, какие истории они, наверное, могут рассказать. Еще слух. Ну, ладно, он уже начинает повторяться. Ладно, я запомню. Давай это-то поторгуем. Что у тебя есть вообще? У тебя есть 300 рублей и бухло. Спасибо. А что это за история с этим жутким месивом? Что ты мне предлагал до этого? Спасибо. Спасибо.